Добрый вечер, дорогие коллеги, дорогие друзья. Спасибо, что присоединились к нашей трансляции. Это четвертое интервью из серии очки «Маска, две перчатки. Человеческий разговор с врачами-человеками». И наши сегодняшние гости – это Галина Хартшорн, медицинская сестра интенсивной терапии. Она сейчас прокомментирует, будет со мной, наверное, дискутировать, что не совсем интенсивная терапия. Kings Mill Hospital, Нотингем, Великобритания. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер всем. Спасибо большое за приглашение, за такой чудесный проект. Я думаю, что это интересно всему миру. Я тоже очень надеюсь. И вот эти интервью изначально были задуманы как, знаете, такой, может быть, немножко даже домашний, человеческий разговор не про пациентов, не про протоколы лечения, и не про эпидемиологическую обстановку, а про людей, которые оказались волею судеб в эпицентре этой эпидемии. Расскажите про себя. Спасибо вам большое. Это действительно так. Очень многие медицинские работники оказались вообще не в своей зоне комфорта в данный момент. Столько всего происходит чужого, скажем, нашей профессии. Я по начальному образованию также была медсестра в России, потом я стала врачом, потом защитила диссертацию в Москве по афтезиатрии. И когда я переехала в Англию, то я не могла долгое время работать в медицине, но потом я поняла, что это мое, это призвание, соскучилась, и я пошла опять учиться в университет на Фингемске. И вот уже 11 лет работаю в оперблоке. Да, вы сказали интенсивная терапия. Для России, наверное, это и будет интенсивная терапия. Я не помню, что бы было мое отделение, где я работаю в России, называлось так, как у нас называется. То есть это оперблок, и отделение при оперблоке куда привозят послеоперационных больных. Вот сразу после операции их привозят к нам в отделение. У нас 8 операционных, проводят всякие разные операции, кроме кардиологии у нас мед. Есть урология, общая хирургия, ухо-горло-нос, травма, конечно же, ортопедии очень много. А сейчас остались работать отделения или перепрофилированы под ковид? Вот когда мы начали готовиться к наплыву больных, все операционные постепенно закрылись, потому что все операционные переоборудования были для больных синфицированных. И каждая операционная, в ней находится сейчас по 2 кровати, по 2 пациента. То есть таким образом увеличилось количество коек для инфицированных больных, тех, которые на ИВЛ, интубированных. А сколько всего коек сейчас? В нашей интенсивной терапии там 21 койка. И вот 8 операционных у нас там по 2, значит, еще 16. Но у нас еще есть другое отделение, дневное отделение, которое тоже готово переоборудоваться, если необходимо. Еще 4 операционные. И очень много свободных коек вообще в больнице для больных, которым просто не нужна в данный момент интубация и помощь интенсивной терапии. Но койки есть. То есть если больные поступают, то места есть. А сколько сотрудников работает на вот это количество пациентов? Сколько врачей, сколько медсестер? Ну вообще трудно сказать, потому что количество пациентов каждый день меняется. Я вот прихожу на дежурство каждый раз. И то есть кого-то выписали, кто-то, возможно, умер. Кто-то выписали либо домой, либо в отделение. Другое. И поскольку не хватает медсестер интенсивной терапии, вот что сейчас происходит, всех медсестер как бы приглашают сначала на, как в Валюнтаре, да, сначала сказали, то есть те, кто может добровольно, пожалуйста, приходите, помогайте, берите дежурство. Ну а сейчас, поскольку моя профессия, я recovery nurse, да, работаю в оперблоке, мы самые близкие к интенсивной терапии, то есть нас, где-то половина нас перевели туда работать. И я была вот в числе первых. Конечно, это был шок. Для начала это было страшно, потому что это совершенно не в зоне моей профессии. Это совершенно не то, чем я занимаюсь ежедневно на работе. Но это очень интересно. В плане, с точки зрения, вот профессиональной точки зрения, я столько уже научилась, то есть повысилась уверенность, повысилась, естественно. Медсестры, которые пришли из других отделений, которые когда вообще никогда не работали где-то в каких-то неотложных ситуациях, не были, то есть для них это, конечно, тоже шок, но все справляются. Вот я хочу сказать, что такая сплоченность сейчас вот между медсестрами разных отделений, разных больниц, то есть у нас медсестры приходят с других больниц, даже работают. Они по больным приходят или это какое-то административное решение, что они будут работать теперь у вас? Дело в том, что поскольку многие отделения вообще закрыты, сейчас больных не принимают вообще никаких, то есть там работы меньше, и им-то работать где-то надо, да, то есть это как бы не то, что… Я думаю, что добровольно. Есть, которые не могут просто физически не могут работать в интенсивной терапии. Это трудно. Это трудно, это работа под пи-пи, под маской, нельзя сходить в туалет бегать, когда ты хочешь, нельзя попить водички, пойти на перерыв. Это мое первое дежурство вообще, я была на таком адреналине, я даже не заметила, что прошло 6 часов, я отработала, и меня забыли послать там на перерыв, я не пила ни воды, не ходила в туалет, думаю, боже мой, 6 часов, как я продержалась. Но это было вот именно на адреналине, потом я вспомнила… А есть смена 6 часов или 12 часов? Есть 12 часов, работают смены, ну, в зависимости у кого сколько рабочих часов, то есть я работаю не на полную ставку, на полставки, у меня, например, по 8 часов, скажем, с 7 до 3, может быть, дежурство с 12 до 8, ну и ночные дежурства, конечно, с 7 до 8, это 13 до 13 часов, 1 час перерыв, 12-часового дежурства. То есть вы где-то по дежурнике, делаете перерыв, выходите. Да, все приходится, естественно, все снимаешь, все моешься, да, потом быстренько туалет покушал и опять назад под маску, опять, дышать трудно, тяжело, столько всего на тебе, жарко, ну, а что делать? Там забываешь, то есть это как, действительно, я могу сравнить, как вот, конечно, мы не были, слава богу, нас пронесло, мы не были на войне, но это такое ощущение, что вот опять ты вышел, подышал воздухом где-то там в мирной ситуации, опять побежал на фронт. Вот такое вот ощущение, что ты выходишь, боже мой, можно дышать, голубое небо, воздух, и опять туда, там же нет ни окон, ничего, ты не видишь, какая погода, что там, то есть вот 12 часов с тяжелыми больными, и, ну, я хочу сказать, что огромное удовлетворение мы получаем, что мы можем помочь, да, что это не наша профессия основная, но есть вот это вот то, что, боже мой, я могу чем-то быть полезной, да, вот вы спросили, сколько медсестер в нормальное, мирное время, да, у нас одна медсестра интенсивной терапии на одного больного, но сейчас, скажем, одна медсестра интенсивной терапии, скажем, на трех или четырех больных, это очень трудно, потому что это на искусственной вентиляции больной, да, то есть там должно быть один на один, и вот то, что мы делаем, то, что я вот, например, с одним больным, другая медсестра, которая не медсестра интенсивной терапии, с другим больным, и, а эта медсестра, она как бы летает вокруг и дает указания, да, что там, потому что аппараты, там все постоянно пикает, бибикает, это вообще не зона комфорта, но интересно, интересно, и очень приятно видеть, когда, наконец-то, больных снимают с аппарата, что им становится лучше, то есть это просто до слез. Они выписываются, уходят домой? Ну, от нас, конечно, они не уходят домой из интенсивной терапии, они уходят в отделение, но слава богу, что вот их снимают с аппаратов, они могут дышать сами, то есть у них достаточно насыщения кислорода в крови, и при определенных уровнях saturation, то есть их отправляют в отделение. Но были случаи у нас, когда больного отправили в отделение, и через пару часов его опять вернули, к сожалению. То есть это должен, вот именно должен, о чем вот говорится, почему кто-то справляется, а кто-то нет. То есть изначально организм должен быть здоров. Да, если на здоровый организм садится этот вирус, конечно, организм справляется легче. Вот если говорить про медицинский персонал, про то, кто лучше, кто хуже справляется, есть у вас какие-то наблюдения о взаимосвязях? В смысле физически или ментально? Или одно и другое? Ментально, вот это очень важный вопрос, потому что есть люди, которые просто отказались работать в интенсивной терапии. У них было такое право? Ну, если человек не может справиться, да, ментально, если страшно, или у него вызывают, например, скажем, у кого-то, я знаю, у нас одна медсестра, у нее кто-то умер из родственников, и вот у нее все это приносит, все эти воспоминания приходят, то есть она в слезах, то есть она просто не может работать, да, вот такого вот состояния. Какие-то с точки зрения, с физической точки зрения в плане, если у кого-то какие-то заболевания, которые, например, аутоиммунные заболевания, да, какие-то аллергические заболевания, их просто отстранили от работы или перевели в какие-то места, где далеко от вируса. Или кто-то, вот, например, у нас коллега перенес несколько лет назад инфаркт миокарда, тоже его отстранили от работы сейчас в это страшное время. Ну, я хотела сказать, что действительно не каждый может справиться с этой нагрузкой. И именно по этой причине люди работают в разных местах, правильно? Они же приходят и работают там, где они могут справиться, а не там, где вот они не могут работать. Вот поэтому я думаю, что нельзя их осуждать, естественно, тоже. Ну, если человек не может справиться с своим психологическим конфликтом внутренним, ну, нельзя его насильно толкать туда, где он не может работать. То есть он не будет там полезен. Из общих соображений это совершенно правильно. С другой стороны, ну, вот вы не зря упомянули такое сравнение, провели, да, ситуацию необходимости бороться с коронавирусом, с военными действиями. Ну, не всегда у нас во времена военных действий есть выбор и такое внутреннее объяснение, что я не справляюсь. Ну, можно я тогда по-другому задам вопрос? А что, на ваш взгляд, помогает справиться вот с этой психологической нагрузкой? Помогает справиться, прежде всего, знание, вера в себя, да, когда человек знает, хорошо, я это должен делать, я справлюсь, я научусь, если я не знаю, я научусь. То есть это как бы вот такой вот позитивный момент, да, позитивное мышление, да. А люди, которые в себе не уверены, которые как бы, ой, я боюсь, я боюсь, ой, я не могу, я не знаю, я не справлюсь. То есть уже какая-то, даже если они придут, они будут всего бояться, они будут спрашивать каждую минуту. Это хорошо, что они спрашивают, да, это надо спрашивать. Но иногда бывают такие ситуации, когда надо просто делать, да, берешь и делаешь. То есть не так уж там что-то такое космическое. Естественно, мы все это можем делать просто. Мы это раньше не делали, да, скажем, вот перешли в другое отделение, я это раньше какое-то, может быть, лекарство, я не знаю, или какой-то аппарат, вот там все, естественно, инфьюжн, да, все эти капельницы. Вот эти аппараты тоже, может быть, люди, которые пришли из отделения, они просто боятся этих аппаратов, к ним подходить, да. Ну ничего, есть люди, которые могут это сделать, а ты делай то, что ты можешь. А как построено обучение, если оно вообще есть? Вот приходит человек, ну, например, медсестра из другого подразделения, она раньше не выполняла вот эти манипуляции. Кто и как ее обучает? Ну вот я думаю, что НХС, да, это медицинская система в Англии, хорошо подошла к этому, потому что три недели до того, как мы ожидали наплыв пациентов, у нас были постоянно тренинги. Каждый день приходишь на работу, у нас тренинги, тренинги, тренинги. То есть у нас постоянно все, у нас показывали, как работают аппараты, как переворачивать пациентов, что делать, как питание происходит, да. То есть те, кто маски тоже, да, ведь наши тоже тестировали на маске. То есть не все люди, которые прошли, то есть те, которые не прошли тестирование маски, они тоже не могут работать с вирусом, да, если они, их, они, может вирус пройти через маску. То есть не все прошли этот тест. Их тоже отстранили от работы в интенсивной терапии. То есть вот эти три недели у нас была интенсивная подготовка. Вот это вот было здорово. Конечно, было страшновато, да, что на это надо будет делать все в реальной ситуации. Но вот сейчас, понимаешь, как хорошо, что мы прошли вот эти тренинги. Можно, я наивный вопрос задам. А вы не боитесь заразиться? Я даже об этом не думаю. Дело в том, что я работала много лет в инфекции. То есть я специалист по туберкулезу. Ну, я работала в топ-диспансере 15 лет. Я работала вот постоянно с инфекцией, да, и у нас были больные с открытым туберкулезом. И не знаю, по какой причине сейчас, но мы не носили ни колпачки тогда, ни шапочки эти, ни маски. Вот почему мы это не делали, я не помню уже. Но действительно мы не делали. И я не помню, чтобы у нас много сотрудников заболело. Я думаю, что это все-таки внутреннее состояние, да. Когда ты чего-то боишься, оно произойдет. А когда ты себя просто, ты вообще себя на это не настраиваешь, ты об этом не думаешь, ты отключаешь себя на позитив, фокусируешься на том, что я сюда пришла, чтобы помочь, а не чтобы заразиться, да. То есть это такая моя установка. У других может быть другая. Я человек позитивный, настроен на успех, на позитив. То есть я себе даже об этом не разрешаю думать. Если приходят такие мысли, я их отключаю, посылаю, убираю. И все хорошо. Это прекрасный настрой. Знаете, я когда беседую с медсестрами в России, я неоднократно слышу истории из серии «Я понимаю свою ответственность, я медик, я, конечно же, пойду работать с коронавирусными пациентами, но вот моя семья не разделяет и не поддерживает это намерение. Я возвращаюсь домой и получаю шквал, ну, буквально обвинений из серии, что ты вирус, имеешь шанс заразиться вирусом и принести его домой нам». У моей семьи такого нет. Я знаю, что есть ситуации, конечно, где есть маленькие дети или пожилые люди, если трудно от них изолироваться. Я знаю даже вот, где-то я смотрела, по-моему, где-то на Ютьюбе, что в каких-то... А, я разговорю со своей знакомой. В русских госпиталях, в инфекционных отделениях, медсестры даже живут там, при госпитале, чтобы в это время изолировать себя от семей. Здесь у нас, если есть возможность вот таким местом жить в других местах, скажем, если другой дом или даже этот трейлер вот там в саду стоит, то есть они там ночуют. Но в основном просто действительно я, когда возвращаюсь домой, то есть я же полностью переодеваюсь там, то есть я сразу иду в ванную, то есть сразу первым делом руки, я купаюсь и никому не разрешаю ко мне подходить, никаких поцелуйчиков, никаких объятий, естественно. То есть сразу смываю все, а потом уже общаюсь со своей семьей. Ну, наверное, трудно, когда маленькие детишки, да, хочется их обнять, поцеловать, и страх постоянно присутствует за родственников. Но я вообще не слышала, чтобы у нас обсуждали как-то это. Я думаю, народ справляется. А что обсуждают? Вот какие темы сейчас в первом приоритете дискуссии среди команды? Я думаю, основная тема, когда же это все кончится. Уже все устали, конечно, все устали, особенно вот на фронте, да. Очень-очень трудно работать. Ночные смены тяжелые, много часов, маленькие перерывы, там, может быть, например, скажем, три ночи, да, девочки, которые работают на полную рабочую ставку, да, то есть работать просто в отделении или работать на полную вот 37 часов в неделю, 37 с половиной, да, полная рабочая ставка. И вот работать под этой маской, и это трудно, это трудно. Вот действительно это они герои. Да, те, кто может работать на меньше часов, брать полставки, справляются, все справляются. Еще я хочу сказать, что вот какая, я начала говорить по поводу сплоченности. Знаете, вот в Англии очень мне нравится, что, ну, наверное, везде, я просто говорю про Англию сейчас с вами, да, много людей помогает нам, вот именно заботиться о нас. Очень много магазинов, больших супермаркетов посылают еду. У нас постоянно приходит еда. У нас целый холодильник стоит с напитками, да, там вода, соки, какие-то пепси-колы. То есть вот это, это тоже приходишь на работу, и что кто-то там привозит там на каталке, о, это вам еда, да, бутерброды всякие разные, какие-то салаты, фрукты, всегда есть бананы, яблоки. Вот это вот, вот это классно, вот это большое спасибо всем нашим. Мы даже не знаем, кто они. Да, и еще, знаете, вот тоже такое интересное в Англии существует. Вот если кто-то знает, что в этом доме живет человек, который работает медсестрой там, или, ну, НХС-сотрудник, у нас в одной сотруднице кто-то просто постучал там и оставил коробочку у порога, и она открыла, а там конфеты. Какая прелесть. В России довольно большое движение в поддержку медиков, и люди, граждане, коллеги, медики, рестораны посылают еду, какие-то, может быть, маленькие подарочки, что-то там приятное публикуют, спасибо врачам, дети рисуют рисунки. В то же время, все время возникает сомнение, насколько это вот массовое общественное движение. Тем не менее, остаются люди, которые до сих пор не верят в то, что вообще коронавирус существует и представляет опасность, и есть те, кто готовы обвинять медиков в разных грехах. Наблюдаете ли вы такое в Великобритании? Есть, конечно, есть люди, которые постоянно, ну, не постоянно продолжают ходить там куда-то, собираться в парке там куда-то. Есть, есть такие. Но в основном большинству, конечно, сознательная часть населения сейчас очень строго, люди никуда не ходят и видят, что это действительно... Ведь каждый день об этом говорят. У нас вечером где-то в 5.30, по-моему, постоянно из Лондона идет передача, да, с Даунинг-стрейта объявляют, какая ситуация с вирусом, сколько заболевших, сколько умерших. В целом по Великобритании. Да, да. Вот люди обычно смотрят... Я только вот это смотрю один раз, я не смотрю в течение дня телевизор. Вот, и я думаю, что сознательность, наверное, может быть выше. Я знаю, что в России много людей не верят, да, и говорят, что там глупости какие. И много делается вот именно комьюнити, да. Вот в Англии, поскольку Англия живет как бы деревушками, да, маленькие деревни, то есть здесь очень такая интересная, как это сказать, ну, такое мероприятие проводится. Каждый четверг, да, у нас каждый четверг 8 часов люди выходят из своих домов, стоят на пороге своего дома и хлопают в ладоши. Может быть, вы видели в новостях, это проходит по всей Англии. Это интересно, как это случилось. Первая неделя как-то была не очень организована, а сейчас это уже стала привычкой, это уже, по-моему, четвертая неделя. Вот 8 часов каждый четверг все выходят. Кто-то играет на инструментах, кто-то просто выходит на своем пороге, хлопает в ладоши. Это очень тоже приятно. Очень приятно. У нас вчера был эфир с доктором из Италии Анной Успенской. Она рассказывала, что похожая практика есть в Италии. Итальянцы, видимо, более экспрессивные люди. Они такой каждый день, что там что-то типа в 5 вечера, выходят на балконы и хлопают в ладоши и поют в честь докторов. Вы упомянули довольно много мероприятий, которые производятся общественностью, вот это как комьюнити. А есть ли какие-то дела, какие-то мероприятия, которые предоставляет администрация госпиталя, что-то для того, чтобы поддержать своих медицинских сотрудников? Как-то стало, вот менеджеры более стали, может быть, ближе, потому что менеджеры также приходят в интенсивную терапию вместе с нами, там же работают. Вот это очень важно, правильно? То есть нету большой градации такой между там банд-эйт, например, как в Англии медсестры бандами меряются. Банд-эйт – это там уже, например, типа как заведующее отделение у нас. То есть вот это, мне кажется, граница стерлась, это очень хорошо. И вообще нету таких границ, вот кто ты, да, что ты. Все люди делают, вот если надо, вот человек пришел и делает. Неважно, если ты банд-эйт высокий или ты просто хеллский ассистент, да, то есть вместе работают. Если надо, говорят, надо помочь тому больному. Все идут и делают. Вот это вот, я не могу сказать, что такого не было, но я не думаю, что раньше вот банд-эйт, да, более выраженно сейчас, действительно. Неважно, кто ты, но мы делаем все одно дело. Вот это очень здорово. Я верю, что это останется. Здорово. Галин, что лично вам помогает преодолеть стресс последних недель? Спорт, Анна, спорт. Во всех своих лекциях и вебинарах говорю, что как только у тебя стресс, иди качай пресс, предположим. Да, да и любое, любое упражнение. Но поскольку я в любом случае занимаюсь фигурным катанием, я все свободное время проводила на катке, поскольку сейчас все закрыто, то есть я занимаюсь на полу, на ковре. Я организовала себе студию дома, я записалась на марафон именно с русскими прекрасными девушками, гимнастками, чемпионами мира по гимнастике, чемпионами России по гимнастике, извините. Мира, значит, будут. И очень прекрасно следую их видео, занимаюсь, и очень много информации сейчас онлайн. И я еще себя тут, естественно, прописала, что же я такого, что я хотела всегда сделать, и что я пока не делаю. Я вот вспомнила, что я всегда хотела учить греческий язык. Я записалась сейчас на курсы греческого языка. То есть, понимаете, нет времени для чувствовать себя, о, мне скучно, что делать, а вот завтра дежурство. Некогда об этом думать. Вот что сейчас? Ага, надо сделать час позаниматься. Надо приготовить здоровое питание, надо сделать урок по греческому языку. Я думаю, спорт всегда помогает, поддерживает, и именно когда мы занимаемся спортом, у нас больше энергии. Правильно? Вы психолог, вы это знаете лучше меня. Да, то есть энергия приходит тогда, когда ты что-то делаешь. И я всегда стимулирую своих сотрудников. Они смотрят мои социальные сети, Facebook, Instagram, да, что я занимаюсь, они... Я тоже пойду. Да, тоже фитнес – это обязательно. Нельзя пришел и прям лег, и все, до следующего дежурства. Надо что-то для себя делать, для своего организма, поддержать себя. И опять вперед в бой. Да, есть такая удивительная психологическая максима, что мы можем либо беспокоиться, либо что-то делать в единицу времени. Поэтому в тот момент, когда мы обращаемся к текущему потоку, вот мы что-то делаем, например, качаем пресс, или учим греческий язык, или готовим еду, и сосредотачиваемся на то, что мы делаем именно здесь и сейчас, то в этот момент стресс немножко нас отпускает, и эта тревога уходит, потому что мы не можем делать два дела одновременно. Удивительное свойство человеческого организма такое. Да, это замечательно. Если что-то приходит там плохое в голову, какой смысл об этом думать и постоянно это вот крутить в голове? Что-то надо сфокусироваться на чем-то хорошем, о чем-то подумать, что я могу сейчас сделать. Хорошее для себя, для своей семьи, какой-то позитивчик. Да, и я очень... У меня никогда нет времени смотреть фильмы. Я люблю очень такие хорошие, романтические, позитивные фильмы, особенно про фигурном катании. И вот я сейчас ищу, очень нашла, к моему удивлению, много нашла фильмов о фигурном катании, которые основаны на реальных людях, реальных фактах, историях жизни, и очень интересно. Получаю огромное удовольствие. Здорово. Я столько нашла, даже подписалась на Netflix. Под занавес нашего разговора у меня, знаете, такой есть стандартный вопрос, который я всем гостям задаю в конце. Что сделаете первым делом, когда эпидемия схлынет, и мы вернемся к обычной жизни? На каток побегу. Первым делом побегу на каток. И буду смотреть, что же я еще умею сделать. Умей ли я кататься вообще? Спасибо вам большое. Очень приятно было общаться. Спасибо за уделенное время, за то, что вы нашли возможность прийти. Надеюсь, что потихоньку пойдет на спад все события, коронавирус. Ждем, все ждем, да, надеемся и ждем. Прекрасной культурной повседневности. Спасибо огромное, Галин. Прощаюсь. Вам спасибо. Большое спасибо, что пригласили и дали возможность поделиться тем, что у нас происходит здесь в Англии. Надеюсь, мои бывшие коллеги, может быть, тоже кто-то смотрит. Всем привет. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо огромное. Пока.